В связи с оборонно-промышленным комплексом, в связи с нехваткой специалистов, первое, и второе, в связи с тем, что управление, менеджер, высший состоящий, высший состав, осуществляет как таковое безграмотное руководство, не имеющее никакого понятия подготовки производства. Как с этим, как вы считаете? Ну, начну с депутатов. Несомненно, среди депутатов есть люди, понимающие. Надеюсь, что после 18 сентября таких депутатов станет. Но все сказанное вам сейчас, опять же, сказано в рамках производственной логики. Тогда как большая часть депутатов, ныне действующих, руководствуется торговой логикой, из которой вытекает и возможность существования мастер-бизнес-администрейшн, не имеющего ни малейшего понятия о специфике того, что именно он администрирует, и разрывы технологических цепочек, в том числе и путевых приватизаций и многое другое. И большая часть моих публикаций последних, наверное, уже 10 лет, так или иначе сводится к необходимости перехода с торговой логики на производство. Вроде бы ко мне довольно многие прислушиваются, но не потому, что я такой уж красноречивый, а потому, что результаты действия торговой логики очень красноречивые. Ну и, кстати, воспользуюсь поводом, несколько слов о разрыве технологических цепочек. Вы помните, несколько лет назад было очень много шума по поводу неудачных испытаний ракеты «Булава». Ну, в конце концов, ее довели до работоспособного состояния. Более того, потом, когда шум улегся и начался более-менее объективный анализ, когда политические слипки с этого дела были уже сняты нашими либеральными, именно всего его товарищами, выяснилось, что ничего особенного не случилось. что наши боевые ракеты 50-х, 60-х годов требовали для отладки, как правило, даже большего числа неудачных испытаний, но, заметьте, 50-х, 60-х годов. А в 70-е годы новые ракеты действительно проходили испытания значительно быстрее и успешнее. Почему? Потому что, когда начали копать всю технологическую цепочку, выяснилось, что несколько ключевых его зрений были еще в 90-е приватизированы, либо переведены на другую продукцию, либо просто ликвидированы. Например, было предприятие, выпускавшее полимеры, нужное для прокладок в различных элементах топливоподающей системы, ракеты. Ну, естественно, требования к этим полимерам были достаточно сложные, соответственно, и технология очень сложная, и в свое время на освоение этой технологии ушло довольно много неудачных пусков ракет, поскольку многие особенности нагрузок на эти прокладки оказалось невозможно полностью имитировать на наземных стадиях. Так вот, когда это предприятие продали и перепрофилировали, все оборудование, необходимое для производства именно этих сортов полимеров, демонтировали за ненадобностью. Большая часть специалистов, работавших с этим оборудованием, либо переучилась, либо ушла на пенсию. И старые ракеты строились с использованием больших запасов соответствующих прокладок, сделанных еще в советское время. Но когда для новой ракеты понадобился новый двигатель и, соответственно, новые прокладки, их пришлось заказывать уже другому предприятию. И оно, хотя и могло в какой-то мере использовать ранее накопленный технологический опыт, нашли парочку ветеранов, которые еще помнили тонкости процесса. Но многое пришлось вновь осваивать на опыте, в том числе и опыте на удачных пусках. Вот что.